По рассмотрению проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Мадельской Закон. Оксана Павловна Петровна. Здравствуйте. Оксана Павловна Петровна. Вопрос в том, как торговля, сколько? Да, значит, сегодня у нас вопрос по исключению бухчевых развалов по углом адреса. Это у нас получается в Холонской улице 19 и в Сущестроительное владение 1-3. Значит, почему предлагаем их к исключению? Существенная улица, если знаете, там, где у нас стоял этот бухчевой развал всегда на парковке, вот после магазина, который то, что сносили, и часто получаем нарекания от жителей, что занимаем их рабочие места. Но на предыдущих наших заседаниях Совета депутатов согласовывали новое место размещения, там побольше бухчевого развала, с устоянием 21. То есть, как же, этот участок мы бухчевого развала не решаем. И в Холонской улице 19, там получилось так, что этот бухчевой развал, он там всегда стоял, но Моском архитектуре немножко поправило место размещения этого бухчевого развала, и получилось так, что он у нас встал на территорию магазина. Ну, такой вот, встыков. Ну, там на Коммунской 5 будет, да? Да, ну, на Коммунской 5, грубо говоря, как в магазинах они общаются. Нет, так, на Коммунской 5, да, вот вы на прошлом представителе согласовали, много адресов разрешения, поэтому... Скажите, вот мы исключаем Судостроительное 1.3, ну, понятно, почему, потому что там уже просто изменилась ситуация по драману, по всему, по пространству, но получается, следующий бухчевой развал Судостроительное 21. 21, да, это далеко. Ну, и на Коммунской, это тоже не рядом, между 19 и 5, это прилично, в плане на Коммунской улице. То есть достаточная эта улица? Ну, сейчас уже бухчевые культуры, мне кажется, продаются во всех своих магазинах. Еще дешевле стоят, чем бухчевого разваля.